Он самый непредсказуемый сатирик нашей эстрады. В каждом своём выступлении он удивляет зрителей новыми темами, персонажами. Леон Измайлов на сцене Клуба Юмора. Вы знаете, я хочу вам прочесть один рассказик. Рассказ называется «Пиар». Встречая как своего приятеля Володьку. Парень такой разбитной, раньше всегда при искусстве был. То ли администратором, то ли зубноврачом, то ли гинекологом. А теперь, говорит, стал специалистом по пиару. И добавляет, что если я не воспользуюсь его услугами, то так и умру в нищете. Я говорю, да вроде бы и книги у меня издаются, и по телевизору иногда показывают, и люди на улице узнают. Он говорит, да кто тебя узнаёт-то, кроме соседей по площадке? Вот если я тебя раскручу, ты мусор не сможешь вынести без охраны. Понял? Узнают его. Да тебя до сих пор с Коклюшкиным путают. Вот Ксюша Зобчак узнают. Она недавно пошла без охраны в туалет. Вопросами замучили. С кем живёт, что ест, видела ли она Ленина. И что вообще здесь Биберева делает. Но если бы она Ксюша в метро спустилась, её бы на куски разорвали. Я говорю, что её так ненавидят, что ли? Да не, на сувениры. И к ней её такими тиражами издают, что тебе не снилось. Я говорю, да мне вообще кошмары не снятся. Да она, кстати, если хочешь знать, за одну вечеринку получает больше, чем ты за всю жизнь. А кто её знал, пока мы её пиарить не начали? Кто она была? Да никто. А теперь кто? Светская львица. Я говорю, какого зоопарка она львица, интересно? А ты знаешь, сколько на мате наших звёзд выросло, говорит Володька? Я говорю, откуда мне знать? Серёжку Звереву возьми. Кто он был? Ну, вылитый бомж в парике. А матерец и начал, все видят, интеллигентнейший человек. Они скоро Собчак петь будут. Дуэт называется «Зверский Собчак». Круто. Пошли дальше. А Семенович возьми. Да я бы с удовольствием взял. Да ты хоть слышал хоть раз, как она поёт? То-то. А какой у неё размер, все знают. Да, говорю, как пела моя бабушка, в царство свободы дорогу грудью проложит себе. Володька говорит, да она не только эту дорогу грудью проложила, но и заасфальтировала. И, наконец, Басков, про него каждый день газеты пишет. Он чихнёт, а всё. Какой диапазон? И вот пока они пишут, донорары у них и растут. Я говорю, и что же теперь делать? Ну, как чё делать? Раскручиваться? Давай 200 тысяч долларов и начнём тебя раскручивать. Я говорю, у меня столько даже копеек нету. Ладно, говорит, давай так, я тебя раскручиваю, а ты как заработаешь, так всё и отдашь. Призадумался, а Володька дальше говорит, для начала нужен скандал. Скажи, ты кому-то из братьев Кличко плюнуть в лицо можешь? Я говорю, а какому из них? Он говорит, да любому, результат один и тот же. Я говорю, нет. Я говорю, нет, плюнуть я, конечно, могу, но это будет прощальный плевок в моей жизни. Ну, хорошо, а Киркорову можешь дать в глаз? Да я ему не точно что-то до глаза. До пупка не достану. А бегать за ним со стремянкой просто замучаешься. Ладно, говорит, Володька, следи за прессой. На следующий день в газетах появляется заголовок. Измайлов не хочет встречаться с Пугачёвой. Я в ужасе звоню Володьке. Ты что написал? Он говорит, а ты что, хочешь с ней встречаться? Я говорю, да вроде нет. Ну, значит, я правду написал. И понеслось. Измайлов по-прежнему не хочет встречаться с Пугачёвой. Измайлов категорически отказался встречаться с Пугачёвой. Стали звонить друзья, спрашивать, почему я не хочу встречаться с Пугачёвой. Спрашивать, что она тебе сделала плохого. Я говорю, а чего хорошего? И сразу все отстали. Кроме надежды Бабкиной. Бабкина прислала телеграмму. Чёрт с ней с Аллой, твоя Надя. Меня начали приглашать на корпоративы. Причём объявляли оригинальное. К вам на встречу пришёл тот, кто отказался встречаться с Пугачёвой. В общем, короче говоря, Володька продолжал безумствовать. Чего только обо мне не писали. Николай Басков пел на дне рождения у Измайлова за еду. Измайлов одолжил Абрамовичу 3 рубля на новую яхту. Измайлов подарил Сахашвили почти неношенный съедобный галстук и носки. Измайлов встречался с Николаем Валуем и продержался 10 раундов. Но его так и не смогли вытолкнуть на ринг. Меня стали приглашать на дни рождения и свадьбы к таким людям, что по ночам меня стала названивать даже сама Ксения Собчак. Леон, мне так одиноко. Давай хотя бы по телефону. Обожаю богачей. А бедные меня почему-то не возбуждают. Заголовки газет просто грохотали. Измайлов стал лицом года журнала «Хомячки» и «Суслики». Анжелина Жоли просит Измайлова стать отцом ее четвертого ребенка. И вдруг ни с того ни с сего у Измайлова родилась тройня. Все три матери чувствуют себя хорошо. Хотите верьте, хотите нет, но мое благосостояние росло. А про меня продолжали писать. Вдруг ни с того ни с сего я побывал на гастролях в Америке. На подпевках у меня были Хворостовский и Мадонна. Я там встречался с Обамой, завел роман с Бритни Спирс и отметелил самого Сильвестра Сталлоне. Вернувшись на родину, я бросил Анастасию Заворотнюк, целовался с Андреем Малаховым, спутав его с Тиной Канделаки и поругался с Лолитой, причем крыл матом так, что она попросилась писать слова. Особенно мне понравилось сообщение. Измайлов дал в ресторане Швейцару на чай 100 долларов и потребовал 97 долларов сдачи. А недавно, едучи по Москве, я увидел, что весь город увешан плакатами. Измайлов возвращается. Не видели? Нет? Я тоже не видел. Потому что от Володькиной раскрутки я отказался сразу. А послушался бы год назад Володьку, был бы сейчас. Измайлов в шоколаде. А я как жил, так и живу нормальной, абсолютно не пропиаренной жизнью. И не нужны мне никакие пиарасты.